Детский мир 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 Судя по названию, он обещает быть амбициозным и успешным. Если вы действительно сделаете телевидение вашим, это будет очень классно. Пока есть такая возможность, ловите удачу за хвост, пробуйте, экспериментируйте, дерзайте. Тот опыт, который я приобрел, работая в детской студии канала Югра, он бесценный. Мы в поселке Полноват, Белоярдского района. От студии программы «Трое, не считая кота» до этого места 600 километров. Мы прибыли сюда, чтобы узнать, откуда взялось такое странное название. Полноват. То ли здесь все люди слегка полноваты, то ли просто полноваты. Я пришел школьником, меня научили писать сценарии, меня научили снимать сюжеты. Поставили в эфир, начиная от Юнкора до Рос, до шеф-редактора этих программ. Потом мне стало интересно писать сценарий к документальным фильмам. И всем этим я занимался. Сейчас я работаю в филиале ВКТРК в Тюмени на канале «Россия-1» и «Россия-24». Ежедневно в прямом эфире веду новости. Эфир телеканала «Россия-24» продолжает «Вести. Регион Тюмень» в студии Артур Михайлов. Здравствуйте. Удачи, только побед. Я тоже хочу стать журналистом. И сегодня у меня и вас, ребята, есть такая возможность. Проект «Твое.ТВ» – это наша платформа для общения, для журналистской практики. Это возможность учиться и сразу делать свою программу. «Твое.ТВ» – твоя будущая профессия. «ТВ». Там Здесь будет наша студия. Отсюда мы будем вести нашу программу. Вот, уже почти готов стол. Сейчас я его протестирую. Можно? Удобный. Вместе с нами программу Твое ТВ будут делать ребята из разных городов и поселков Югры. Твое ТВ объединяет студии журналистики, школьные СМИ, радиокружки, газеты и журналы. Также в проекте задействованы участники регионального отделения российского движения школьников и члены детского общественного совета Югры. Уникальность этого проекта в том, что каждый ребенок Кантамансийского автономного округа Югры может стать нашим специальным корреспондентом. И мы надеемся, что вот такой у нас получится замечательный продукт из-за того, что присылают ребята, чем они интересуются, чем они живут сейчас. Всем привет! Меня зовут Богдан, и я юнкор детской студии телерадиокомпании Югра. И сегодня в социальной сети ВКонтакте на страничке нашей группы я открываю журналистский блог. Здесь я буду рассказывать о самом интересном из социальных сетей. А помогать мне в этом деле будете вы. Снимай видео с помощью фотоаппарата, видеокамеры, мобильного телефона. Присылай на почту приветюгра.собачка.мейл.ру с пометкой для программы Твое ТВ. Выкладывай материал на странице группы или в моем блоге. Любой материал можно записать даже с помощью мобильного телефона. Но есть важное правило. Снимать нужно горизонтально, так, как вы смотрите телевизор. Вертикально снимать не надо. А чтобы материал получился качественным, я дам вам несколько технических советов. Старайтесь снимать разными планами. Общим, средним и крупным. Общий план – это сам объект и все, что его окружает. Средний план – это когда объект становится чуть крупнее и чуть ближе. И крупный план, который позволяет нам увидеть на объекте какие-то интересные детали. Например, вот этот якорь, который на общем плане был бы нам незаметен. Если вы захотели снять объект поближе и у вас есть возможность, то не поленитесь, делайте пару шагов или вытяните руки, так как при изумировании теряется качество картинки, особенно на мобильных телефонах. Присылайте свои видеоматериалы, фотоматериалы и становитесь участниками нашего проекта. Рассказывайте о самых интересных событиях, мероприятиях, акциях, проходящих на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. О своих друзьях и наставниках. Делитесь с нами хорошими новостями. Хочу заметить, что Твое ТВ – это еще и общение. Причем общение не только в живую, но и в социальной сети. А как мы знаем, голос интернета – это блогеры. Если ты блогер, у тебя есть свой канал и ты готов делиться своим мнением, то присылай свои видеоматериалы на страничку нашей передачи Твое ТВ ВКонтакте. Твое ТВ – это время экспериментов. Это все, что может удивить и порадовать ваших друзей. Расскажите нам о ваших товарищах, если они достигли спортивных или творческих успехов. О вашем соседе, если он мастерит и развешивает кормушки. А может, кто-то из ваших друзей взял и собрал макулатуру и таким образом спас от вырубки несколько деревьев. А может, ты хочешь стать ветеринаром, но не уверен, справишься ли? Или решил заняться спортом, но не знаешь, с чего начать, какой вид выбрать? Спрашивай нас. И наши корреспонденты обязательно помогут тебе разобраться в этих вопросах. Меня зовут Варя, и я решила встретиться с яркими представителями нашей школы в соревнованиях с дачей норм ГТО «Готов к труду и обороне». Оля, когда ты ехала на соревнования, ты была уверена в победе? Какие у тебя были мысли и чувства? В победе я не была уверена, потому что победить первый раз можно чисто и случайно, в обезении. А в дальнейшем, в дальнейшем, в результате отличный, это уже много трудней. Благодаря поддержке моих тренеров и ребят из моей команды, наверное, только поэтому я смогла достичь этого в результате. Ты занималась самым когда-нибудь? Ведь именно в этой категории победила во всероссийских соревнованиях. Раньше я никогда не занималась самыми вообще такими видами сам обороны. О том, что этот норматив будет сдаваться на вестивалье с российском, наша команда узнала только перед самим полетом на эти соревнования. Но благодаря хорошим тренерам и усиленным тренировкам за очень мало количество времени все получилось. Что является мотивацией для вас? Ведь у вас уже есть золотые значки. Будете еще участвовать в подборочных соревнованиях? Я буду участвовать еще раз в подборочных соревнованиях, потому что мне кажется, что году это не просто сдача нового, а также незабываемые эмоции, чувства и мысли. Когда ты проходишь этап всероссийский, то эта атмосфера незабываемая. Всегда хочется еще раз в нее вернуться. Я хочу, чтобы в моей школе тоже была такая же атмосфера. Да, я буду участвовать в дальнейшем в сдаче второго лета, потому что золотые значки дают дополнительные баллы для вступления в вуз и даже в спортивные учебные заведения до 10 баллов. Вот это на меня опять будет 20. Мне сейчас 10 лет, и как раз наступило десятилетие детства. Через 10 лет мне уже будет 20. И кто знает, может быть я из программы «Твое ТВ» перейду в программу «Прямая линия» и буду как Константин Цапунов, ведущий уже взрослого проекта. Привет! Здравствуйте! Константин, вы работаете в прямом эфире? Трудно это? Да я бы не сказал, что сильно трудно, потому что все зависит от собеседника, которого ты пригласил на программу. Если интересный собеседник, и с ним можно интересно разговаривать и обсуждать вопросы различные, то есть тут никаких проблем нет. А какими качествами должен обладать телевизионный журналист? Нужно быть настойчивым, любознательным, любопытным даже может быть иной раз. Уметь работать с людьми, заинтересовывать их в том, чтобы они откровенно разговаривали с тобой. А могу я попробовать себя в роли ведущего? Да легко, вот пожалуйста, держи. Спасибо. Хотя бы вот эту шапочку прочитай. Добрый вечер, вторник, 19.30 на часах. Каждую неделю в это время на телеканале Югра программа «Прямо сейчас. Прямая линия». Я хозяинов Степан, мы работаем... Я Степан Хозяинов. А, точно. Я Степан Хозяинов. Мы работаем одновременно и телевизионным, и в радиоэфире. Все хорошо, Степан. Только ты не забываешь, что не хозяинов Степан, а Степан Хозяинов. Имя в начале стоит твоё. Не красоваться самое важное. Я понял. Быть проще. Спасибо за урок. Мне он очень пригодится в будущем. Подходи ещё, будем заниматься. Твое ТВ – это мечта. Мечта делать телевидение будущего. Твое ТВ – твикай нам! Твое ТВ